К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, приветствую. Итак, после этого сюжета о том, как совсем не жалко Путину своих солдат, самое время назвать последние данные украинского генштаба. После 24 февраля 2022 года погибло уже 380 600 российских солдат на войне в Украине. Дмитрий, но ведь не могут такие огромные потери быть незаметными даже для большой России? Ну, конечно, не могут. Конечно, они заметны. И не просто так уже начинается, пусть там пока маленький, но протест и вдов, и жен мобилизованных. То есть это, в принципе, уже становится политической проблемой для Путина. Но, как мы знаем, ему плевать абсолютно на жизни не только украинцев, но и россиян. Поэтому он будет делать все возможное для того, чтобы эту войну не проиграть. Для того, чтобы с помощью, как он называет ее, специальной военной операции, ну, по крайней мере, удержать власть в своих руках. Да, тем более сейчас идет кампания, и он хочет на этих псевдовыборах снова набрать 86% для того, чтобы еще усидеть на троне в течение следующих шести лет. Путин будет набирать пушечного мяса столько, сколько ему нужно будет. Это, конечно, большая проблема, потому что, ну, во-первых, цена человеческой жизни в любой диктатуре, да, Россия – это очевидная диктатура и уже почти тоталитарное государство. Цена человеческой жизни намного ниже, чем в любой демократии. Потому что тотальная цензура, и, конечно, об этих цифрах никто не узнает в России, но кроме тех, кто пользуется интернетом, уже давно является противником Путина. Никто не будет осуждать, никто не будет показывать все проблемы этой войны. Будут все время, так сказать, рапортовать о каких-то успехах. Мы взяли это, мы взяли то, мы воюем с НАТО, мы защищаем свою собственную страну. Да, пока у него еще получается с помощью тотальной цензуры и пропаганды, но как-то эту повестку удерживать в тех рамках, в которых он ее задал. Как вы думаете, что сейчас наиболее волнует Путина? Вот эти потери страшные на войне, коммунальный коллапс в российских городах, недовольные жены мобилизованных, нехватка снарядов и ракет, которыми он каждый день обстреливает Украину. Или первоначально для него сейчас главная задача обеспечить себе переизбрание в марте? Однозначно. Больше всего Путина беспокоит своя собственная шкура и своя собственная власть. И я думаю, что сейчас они получили серьезную проблему. Они совершили ошибку, разрешив Надеждину собирать подписи. Думали, что никто не пойдет. А дело даже не в Надежде, а дело в том, что появилась первая такая легальная безопасная возможность протестовать. И поэтому мы все увидели огромные очереди в штаб к Надеждину, не к Путину. Путин объявил, что он миллион собрал. Надеждин только чуть меньше 200 тысяч, но были огромные очереди. И что-то мы не видели даже таких очередей к Путину. Я уже не говорю о том, что если он собрал миллион, значит очереди должны были быть в пять раз больше. Поэтому сегодня в политической повестке, если мы говорим в целом о том, что людей беспокоит, то мы можем делать, скажем так, сравнение всех этих очередей. Куда у нас образуются очереди? В штаб к Надеждину. Понятно, что это люди с антивоенной позицией, это люди, которые выступают против Путина. До этого были очереди на границу. В Грузии там, да, люди не хотели воевать. Мы не видим очередей ни к Путину, ни в военкоматы, мы не видим очередей ни в штабы Единой России. Мы не видим очередей в штабы вообще любого другого кандидата, который допущен до этих выборов. Конечно же, Надеждину никуда не пустят, это мой прогноз. Но это стало серьезной политической проблемой. Я думаю, что это считается большой ошибкой администрации президента, что они вообще допустили такую возможность, когда люди выходят и демонстрируют свое отношение к власти. Ну и все-таки, вот ваше отношение к Борису Надеждину. Нужно сказать, что судя по его программе, он не является таким чистым антивоенным кандидатом. Его предвыборная программа предусматривает прекращение огня и фиксацию на переговорах, так сказать, завоеваний России и действия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая, как мы знаем, считает Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области Украины территориями России. Вдобавок, Надеждин в одном из интервью высказывался против каких-либо репараций и компенсаций Украине. Я с вами абсолютно согласен. Любое сегодня политическое заявление внутри России, оно не может нравиться нам здесь. Но при этом, поскольку я его лично знаю, я прекрасно умею читать между строк, это изопов язык называется. Что такое изопов язык? Когда вы говорите в рамках дозволенного, так, чтобы все поняли. И любые другие высказывания закончились бы для Надежды на тюрьму. Я это прекрасно понимаю, поэтому я стараюсь вообще закрывать глаза на то, и как он это говорит, какие он слова использует. Поскольку, ну, очевидно, и все прекрасно понимают, что Надеждин это все-таки человек, даже если оценить его биографию, он, конечно, такой был где-то системным, где-то полусистемным политиком, но это человек, который, конечно же, либеральных взглядов, и однозначно он противник войны. Ну, просто он говорит так, как это можно. Вот, но даже не важно, чего он говорит, да, поймите, это демонстрация ненадежды на, да, это демонстрация людей, вот этих сотен тысяч людей, которые вышли таким образом заявить свой протест против войны и против Путина. Если бы был бы ненадежды на просто манекен, да, неважно, манекен, вот принесли бы манекен, написали бы за мир, и люди бы вышли собирать подписи за манекен, да, потому что это, на самом деле, это единственное, что сегодня безопасно можно сделать, выразив свой протест в связи с войной, в связи с диктатурой Путина. Поэтому надо рассматривать эту подписную кампанию вообще в отрыве от самого надежды. Поскольку если можно нанести какой-то ущерб Путину, да, ущерб его легитимности, то, наверное, в этих условиях вот эти очереди людей, да, они становятся таким важным, как бы, символом эпохи, да, именно очереди, очереди, которые никто не посчитает, очереди, которые, конечно же, избирком проигнорируют, да, но в России только такие очереди, а больше других нет, поэтому, конечно же, Путину нечего противопоставить, потому что, как мы видим, вот эти стойки в разных городах, в торговых центрах, где собираются подписи за Путина, пустые, к ним никто не идет. Ну и все-таки, чтобы вы ответили тем, кто говорит, что Надеждин – это тоже чистый проект Кремля, как раньше там и Собчак, Прохоров, и действительно ведь выдвижение Надеждина может сыграть на руку Кремлю, то есть оно может, не знаю, с одной стороны, отвлечь на себя все протестные голоса, а с другой стороны, он просто выведет на чистую воду всех противников путинского режима, по крайней мере противников войны, и будет пофамильно понятно, с кем нужно бороться, кого арестовывать, там, не знаю, за фейки и так далее. Слушайте, это такое видение из страны, где проходят выборы, да, где есть всякие вот такие технологические приемы, это все в прошлом, это можно было сказать про 18-е, в 18-м году такое, в любом другом. Сейчас кандидат не имеет значения, да, кандидат – это всего лишь, ну, такая возможность, да, возможность не для кандидата, возможность для нас, это вся, заявить протест. Если завтра Надеждин, не знаю, там, его не зарегистрируют, и даже он вдруг, во что я, конечно, не верю, поддержит Путина, такого, конечно, не будет, ну, предположим, то эти очереди не пропадут, да, их все равно не посчитают, нет никаких голосов, забудьте про это. Даже если половина россиян 17 марта проголосует за любого другого, кроме Путина, на табло будет результат 86% в пользу Путина. Поэтому посчитать мы это никак не можем, да, наша задача – повлиять на атмосферу, да, на восприятие путинской победы. Неважно, кому они что нарисуют, но все увидели очередь, и все теперь думают, так, ну, царь-то не настоящий, к нему-то никто не идет, а к Надеждину, ну, и все прекрасно понимают, кто такой Надежда, все прекрасно понимают, что у него, наверное, есть какие-то связи, контакты в администрации президента, все понимают, что, наверное, его изначально, я не думаю, что он прям согласованный кандидат и работает на Кремль. Такого нет, конечно, так это не работает в России. Но, скорее всего, ему предложили поучаствовать, попробовать кто-то, кто, видимо, не заинтересован в усилении ФСБ, потому что там же тоже раздрай идет, да, внутри гражданская администрация, ФСБ и все остальные, между ними тоже идет конкуренция за ресурсы. Поэтому наверняка есть симпатизант, безусловно, у Надеждина, но кто-то попытался его использовать, да, как это обычно в диктатурах происходит, кто-то использует его, да, а мы, конкретно, гражданское общество, да, противники Путина, мы его в свою пользу используем, да, для того, чтобы продемонстрировать вот этот протест, да, ах, вы так хотели, вы нам надежданы вместо Дунцова? Ну, окей, не вопрос, мы сейчас все выйдем и покажем, как нас много и как много людей выступает против войны. Это как, знаете, с Тихановской было, да, Лукашенко решил ее использовать и допустил до выбора. Понятно, что Лукашенко принимал решение, допустить ее или не допустить. Но общество воспользовалось этой возможностью и ответило по-своему. Поэтому не надо слишком, как сказать, внимательно обсуждать, ну, как бы, даже биографию Надеждина. Сейчас это не про Надеждина история, это история про сотни тысяч людей, которые, несмотря на риски, а риски есть, потому что, ну, считайте, произошла официальная перепись противника Путина сама. Да, 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 явка с повинной, да. Люди все это прекрасно понимали. И, несмотря на это, они все равно выстроились в очереди, да, и они продемонстрировали, вот, нас много, нам это все не нравится. Да, мы не готовы там идти под дубинки и садиться в тюрьму на 10-15 лет, там, как Карамурза, на 25 лет. Но пойти, поставив свою подпись, выстроиться в этих очередях, в некоторых регионах температура минус 40 была. Да, мы готовы. Вот, поэтому это, считайте, протест людей, выступающих против войны, которые просто воспользовались ситуацией, да, вот этой возможностью легально выразить свое отношение к Путину, к войне, ко всему происходящему. Поэтому это исключительно история про гражданское общество. Если завтра Надеждин, грубо говоря, там, поддержит, например, Путина, он весь этот капитал, заработанный, растеряет в один момент, да. Ну, тогда эти очереди выстроятся 17 марта голосовать против Путина, неважно как, портить бюллетени. Есть очереди, да, есть люди, вот они, есть, вот картинка. И эта картинка, на самом деле, влияет на общественное мнение, вот, в диктатурах больше, чем счет на табло, да, который нарисует избирком. И наша задача сделать так, чтобы в этот результат ни в России, ни в элитах, ни среди силовиков, ни на Западе не поверили. Путин нелегитимный. Вот какая основная задача. Поэтому, подчеркиваю, даже когда люди выстраиваются в очереди, когда мы это поддерживаем, мы все равно эти выборы считаем нелегитимными, да, никаких выборов нет. Они проходят на оккупированных территориях, да, выбор. Это для нас возможность, извините, как недавно кто-то сказал, показать факт Путина. Простите за такое сравнение, но вот это что. Это не участие в выборах. Выборов нет. Да. Но, скажите, а если с другой стороны, но Кремль может таким образом, допустив вот такого кандидата в президентскую гонку, как Надеждин, это использовать как, значит, лишний аргумент тем, кто говорит, мы не признаем эти выборы, потому что это фарс, это совсем не в чистом виде народное возле явления, это обман. Они покажут, посмотрите, это будет как легитимизация выбора. Посмотрите, вот у нас какой кандидат тоже принимал, значит, участие, мы позволили, вот люди выстраивались, голосовали, но, значит, в равной борьбе проиграл. Это перед кем Путину-то надо оправдываться? Это военный преступник, который разыскивается, да, по решению ГАГского трибунала, ГАГского суда, уголовного суда, в странах, подписавших, ратифицировавших римский статут. Он уже нерукопожатно сказал бы кто. Поэтому ему плевать на мнение Запада. Ну вы что, перед кем ему нужно показаться легитимным? Ему на это абсолютно наплевать. Он ракетами убивает людей гражданских в Украине. Ну все, мы уже прошли этап, когда какая-то легитимность в глазах Запада ему была нужна. Если раньше они притворялись, если раньше они что-то изображали. Сейчас все, они, как бы руки у них развязаны, они делают все, что хотят. Они могут все, что угодно сказать. Да, они могут, в принципе, даже, давайте теоретически допустить кандидата. Этот кандидат участвует, набирает 2%, и Путин говорит всем, а вот, посмотрите, антивоенные позиции, это 2%. Но я думаю, что после этих очередей, они прекрасно понимают, что если Надеждин для них, не дай бог, будет участником гонки, то до 17 марта это будет такая кампания, вся же оппозиция объединилась, у нас нет разногласий, что очереди выстроятся, я не знаю, там очереди в мавзолей в самые лучшие времена покажутся цветочками, просто по сравнению с тем, что будет 17 марта. И, конечно же, Кремль этого не допустит. Даже если они нарисуют 86%, но будет стоять сотни тысяч, там, миллионы по всей стране в очередях за Надеждину, это все, это для Путина конец. Да. Так, и новость вчерашнего дня. Значит, городской суд Москвы огласил приговор известному российскому террористу, военному преступнику Игорю Гиркину Стрелкову, об этом стало известно накануне, 25 января. В частности, Гиркин получил 4 года колонии общего режима по решению суда. В свою очередь, прокуратура требовала до него 4 года и 11 месяцев заключения. Значит, бывший, так сказать, министр обороны, так называемый ДНР, признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Гиркин причастность опровергал. И для справки, Гиркин приговорен судом Нидерландов к пожизненному заключению по делу о катастрофе рейса MH17, но в России этот приговор не признали, а посудили по другим обвинениям. Скажите, зачем Путину сейчас такая расправа над Гиркиным? Какой-то мягкий приговор, если он признан экстремистом. К тому же Навальному, мы знаем, 19 лет колонии особого режима присудили по делу о создании экстремистского сообщества. Но у нас Карамурза 25 лет. 25 лет, да. По участию в антивоенном комитете, который мы с ним, с Ходорковскими и многими другими вместе создавали. Чем они замеряют уровень экстремизма? Значит, я думаю, с Гиркиным история очень простая. Во-первых, не хотят они слишком залить вот эту ура-патриотическую комьюнити, на которую они все-таки опираются. Гиркин, безусловно, сидит сейчас вот этот срок за критику Путина, а не за то, что он сбил Боин. То есть это наказание за критику. Таким образом они показывают. Вот все, кто перешел определенные рамки, будут наказаны. Да, за былые заслуги мы ему дадим не 25 лет, а 4 года. Пусть посидит и подумает. Но я думаю, логика была точно такая. Вот именно такая. И дальше здесь очень простая развилка. Что будет делать дальше стрелков? На фронт попросить? Заки имеют право поехать на фронт. Или не попросить? А если попросить, отправят его в власть или не отправят? Вот у него осталась такая игра. За этим будет интересно понаблюдать. Ясно. Понаблюдаем. Так. И еще один вчерашний приговор. Второй западный окружной военный суд признал Дарью Трепову виновной в деле о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб так называемый военкор Максим Фомин, по сути боевики, военный преступник по кличке Владлен Татарский. Об этом сообщили российские СМИ вчера, 25 января. Значит, Дарью Трепову признали виновной по трем статьям. Совершение террористического акта, незаконное обращение озорных устройств, а также подделка документов. Ее тюремный срок самый большой для женщины в истории России. 27 лет тюрьмы. Ну и кроме того, Дмитрий Касинцев, помогавший Треповой скрываться, получил год и 9 месяцев от колонии общего режима. Как прокомментируете эти жрековые? Ну, власть демонстрирует всем своим критикам, всем противникам войны, всем тем, кто пытается как-то сочувствовать, соболезновать Украине, поддерживать Украину, что такая позиция – это самое страшное преступление, за которое они будут жестоко карать. То есть им нужно держать общество в страхе, им нужно мобилизовывать, так сказать, поддержку вокруг Путина, специальные военные операции, как они войну называют. Поэтому они демонстрируют, что пощады никому не будет. Им надо обязательно вот эту атмосферу страха поддерживать. То есть они показывают, что такое мейнстрим власти, какие основные ценности этой власти. И любой, кто идет против этих ценностей, а в данном случае главная центральная политика – это война против Украины, то любая попытка этому помешать будет просто жестоко наказана. То есть это даже не для нее, не для Трепова, это для всех остальных. Да. Ну и опять же, этот закон, который, судя по всему, проголосует в Госдуме об изъятии имущества у всех, кто осужден за фейки, это в том числе должно… Однозначно. Безусловно. Но на самом деле здесь еще другая логика. Их очень напрягает активная позиция релакантов российских… И они даже не оппозиционеров, да, а россиян, которые уехали. Понятно, что большинство тех, кто уехал после 24 февраля 22 года, это люди с антивоенной позицией, причем достаточно жестко. И большинство этих людей очень активны. И в помощи Украины, да, и в помощи друг другу, и в участии в разных написании петиции, митинги, пикетирования. Плюс мы же заявили, что будем проводить акцию «Полдень против Путина» 17 марта. Мы будем призывать всех выходить к консульствам, к посольствам и голосовать против Путина, или, неважно, портить бюллетени, в те же самые очереди, чтобы они появились. Вот. И власть таким образом всем намекает. Мы вас, типа, всех снимем, да, мы вас всех осудим, и мы у вас еще заберем собственность. То есть они пытаются сбить этот накал за рубежом. То есть они очень боятся этих очередей, потому что неважно, что напишут, так сказать, в итоговом протоколе, Центральной избирательной комиссии. Важно, как эту победу Путина, в кавычках, да, будет воспринимать в мире, там, в России, силовики, элиты, потому что это все ударит по путинской легитимности, а потеря легитимности это означает, ну, много всяких разных вариантов, да, и мятеж, и раскол элит, и все что угодно. Путин этого, конечно, боится. И, кстати, если не ошибаюсь, были какие-то инициативы, звучали, чтобы отменить голосование на зарубежных участках. Да, да, но мы, тем не менее, выйдем, и тогда мы покажем огромное количество людей, которые пришли к посольствам и консульствам, а им не дали проголосовать. Еще один аргумент в копилку, значит, причин, почему эти выборы нельзя признавать легитимными. Прекрасно, неважно, мы выйдем в любом случае. Что ж, Дмитрий, спасибо за этот разговор. Напоминаю, Дмитрий Гудков был в нашем эфире, российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Спасибо, Дмитрий, до свидания. Да, счастливо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.